Девочки, всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодня будут только мои руки и моя косметика. Я решила сделать такое видео для вас, показать мою косметику, показать, чем я пользуюсь, что мне нравится, что мне не очень нравится, что я, наверное, сейчас выброшу какие-то продукты, потому что они уже достаточно старые. И давайте начну с праймеров. Праймерами я пользуюсь каждый день практически, иногда забываю просто. Перед тем, как наносить праймер, я всегда наношу вот этот крем на свой уже увлажняющий крем дневной. Это Мека Косметика с SPF 50. Очень классный, очень хороший, очень им довольна. Потом праймеры. Вот у меня тут несколько праймеров. Один из самых любимых, это, конечно же, Byte Re. Вот эта вот сыворотка. Но она прекрасная. Сейчас я вам покажу, как она работает. Это вот такая белая жидкость. И вы ее наносите вот так. Она шикарно выравнивает лицо. Сразу придает какой-то тон хороший лицу. Лицо кажется отдохнувшим, свежим. Мне, короче, она очень нравится. Я, наверное, ее еще раз куплю себе, но уже в другом оттенке. Это у меня самый светлый оттенок, который называется Light. Вот здесь написано, плохо видно. Куплю, наверное, в каком-то другом уже. Следующее, что я хочу вам показать, это будут тоже праймеры от Мекки. Это наша компания, австралийская. Это прекрасные праймеры. Они немножко похожи на Byte Re. Видите, какой у него цвет уже. Но более попроще, если можно так сказать. Byte Re уже там заложено и уход, и антиэйдж, и все-все-все-все-все. Здесь это просто праймер. Но тоже такой дает холеный вид вашей коже. Мне нравится он. Дальше праймер от Марки Тачи. Я вам уже его показывала много раз. Сейчас я его открою. Такая красивая шайба. И в ней находится вот такой вот крем. Я его наношу вот этой лопаточкой. Вот так вот берете. Хоп. И уже потом на руку. Лопатку я храню здесь. И потом его растираете. Можно на руке растереть. Можно уже на коже непосредственно растереть. И получается эффект такой как... Ну правильно, она называется шелковая канва. Вот да, это очень похоже на эффект шелковой канвы. Кожа становится более шелковой, более гладкой, бархатистой. И также этот праймер можно наносить просто как самостоятельный продукт. Не наносить сверху никаких тональных средств. Он просто будет защищать вашу кожу от воздействия окружающей среды негативного. От загрязнений и так далее. Очень мне он нравится. Дальше у меня здесь несколько мистов. Мисты это такие спреи, которые продляют жизнь вашему макияжу. Есть вот такой мист от марки Херы. Это корейская марка. Хороший. Хороший. Мне нравится использовать мисты. Я даже пару мистов у меня в сумочке лежит. Просто чтобы дополнительно увлажнять свое лицо. Особенно сейчас, когда холодно, когда везде обогреватели, горячий воздух. Это очень помогает. Мист от Мекки. Тоже очень приятный. И самый мой, наверное, любимый мист. Его нужно так встряхивать. Вот марки Татча. Это кайф. Это кайф. Я думаю, он всегда будет в моей косметичке. Всегда буду я его с собой брать. Вот самый большой размер. У них есть еще маленький такой дорожный. Вот надо купить дорожный для сумочки. Он не только увлажняет, он придает коже сияние. Такой глянец. Ну, прекрасно. Прекрасно. Мне нравится это средство. Дальше здесь у меня средство для уже корректировки лица. Тональные средства. У меня их не так много, как вы видите. Но что-то есть. Самое мое любимое летнее средство это вот это. Это Шанель Перфекш... Нет. Да. Перфекшн Люмьер Вилвет. Это такой очень легкий крем. Но в то же время он перекрывает недостатки. Выравнивает лицо. Да. Делает такой бархатистый тон лица. У меня в оттенке беж 40. Достаточно плотный. Достаточно темный. Потому что я ношу его только летом. Под загар. Так вот он выглядит. Если видите, да. Он достаточно темный. Сейчас он мне не подходит. Также у меня есть вот такой вот BB крем минеральный от марки Хера. Он прекрасный. Но он очень-очень светлый. Я его в основном использую для видео. Потому что он реально перекрывает все недостатки. Если они есть какие-то прыщички и так далее. Ну, сейчас уже на руке не очень хорошо будет видно. Но, тем не менее. Приятный. Очень приятный. Чего уж говорить. Корейские крема. Если они вам подойдут. То, конечно, вы будете ими пользоваться. Сейчас мой каждодневный крем. Это Шантекаль. Фьючерскин. Вот так он выглядит. В оттенке Камомайл. Это такой гелевый крем. Очень мне он нравится. Именно на каждый день. Для видео он подходит. Для съемок. Для каких-то выходов. Но он слишком, как бы сказать, глянцевый. Лицо с ним слишком сияющее. То есть он даже может давать блики. Но для повседневной жизни он прекрасен. Он прекрасен. Просто делает супер-супер здоровый вид вашей кожи. Очень красивый. Дальше я очень люблю вот эту вещь. Это Дью Де Хула от Бенефит. Это такой... И можно и все лицо делать. Можно использовать как бронзер. Это такая вещь, которая просто передает вашему лицу оттенок загара. Когда вы ее наносите, он кажется очень желтым. Но на самом деле... Там только один цвет. На самом деле, когда он уже распределяется на вашем лице. Смешивается с вашим тональным кремом. Получается очень такой натуральный эффект. Такого загоревшего, отдохнувшего лица. Мне нравится. А также у меня есть подобное средство от Герлен. Это терракота спрей. И, честно говоря, я хочу его выкинуть. Я его привезла уже очень давно. А срок годности здесь... Вот если мы здесь посмотрим... 24 месяца. Ну, 24 месяца это тоже нормально. Ну, не знаю. Надо его попробовать. Он, конечно, классный. Вот так вы его встряхиваете и распыляете. Ну, ладно. Как-нибудь попробуем. Не буду пока его выкидывать. Жалко. Герлинчика. И также летом была моя самая любимая палетка. Это вот эта. Это Шанель. Вот это их троечка, которая вышла в этом году. Их новинка, да. И у меня вот такой оттенок. Это самый, наверное, свет... Ой, не светлый, пардон. Самый темный оттенок. Тут хайлайтер, корректор, консилер и румяна. Этот консилер вы реально можете использовать на все лицо. Он достаточно легкий. А чем мне не нравится эта палетка? Что она очень загрязняется. Вот я вам сейчас ее открыла. Некрасиво выглядит. Хотя я стараюсь очень аккуратно ее использовать. Но, как вы видите, всякие какие-то волоски туда попадают. Я уж не знаю. Она шикарно выглядела, когда была только-только новая. Мне нравится эффект, который она дает. То есть одной палетке достаточно, чтобы вы на весь день сделали макияж. Брать с собой в путешествии это просто восторг. Мне нравится она. Опять-таки на лето. Сейчас бы я взяла бы более светлый оттенок. Дальше для корректировки у меня есть вот такой набор от Stila, который содержит все-все-все элементы. Если вам нужно что-то подкорректировать на вашем лице. Какие-то покраснения. Не знаю. Наоборот, что-то высветлить и так далее. Вот она так выглядит. Хорошая вещь. Но половины, конечно, я вообще не пользуюсь. Это все-таки для профессионалов. Иногда использую зеленый сектор, чтобы немножко подкорректировать какие-то сильные покраснения. А так мой любимый вот этот вот светло-розовый консилер под глаза. Он прям реально подсветку дает. Очень красиво. Ну, хорошее средство. Мне нравится. То есть как бы можно его смело рекомендовать. Если у вас действительно проблемная кожа, то оно, конечно, спасет. RMS Beauty мой консилер подсох. Причем так сильно подсох. И, наверное, я его выброшу сегодня. Потому что что-то как-то мне не нравится эффект. Но когда он был в хорошем состоянии, он был прекрасен. Дальше здесь у меня немножко пудр. Герлен Метеорита вот в таком красивом чехле, в такой красивой баночке. Вы вот так вот его наносите и потом кисточкой или рукой распределяете. Он дает легкое свечение. Ну, эффект Метеорита все знают. И, конечно, аромат. Мне нравится им вот эту пудру использовать на зону декольте. Когда я иду куда-нибудь в театр или еще куда-то. Красивая-красивая вещь. Также у меня есть рассыпчатые метеориты в шариках, которыми я и вообще никогда не пользуюсь, честно говоря. То забываю, то как-то... Ну, не знаю. Как-то я не знаю. Мне очень нравится эстетически, как это все выглядит. Но пользоваться вот прям каждый день нет. Хотя они очень дают красивый эффект на лице. Незаметный, ровный. Но, не знаю, может быть когда-нибудь. Вот эта пудра от Шанель, она, по-моему, уже снята. По-моему, ее уже нету. Простите за такой пыль. Вот такой матрасик. И она слегка с блестками. И вот она дает чудесный тон вашему лицу. Просто чудесный. Под любой вообще тональный крем подходит. Под любое... Как бы загорелое, вы не загорелое. Она просто сделает ваше лицо сияющим, бархатистым. Ну, просто эффект, знаете, такой персиковой кожи. На руке, наверное, не очень будет видно. Вот такая. Я не знаю, по-моему, их уже сняли. Так же, как и вот эта. Тут у меня уже все. Это очень старая пудра. Вот такой матрасик. Он у многих, мне кажется. Был он очень красивый. Для меня он слишком светлый. И пользуюсь им очень редко для видео в основном. Когда нужно что-то подбелить под глазами. А так очень светлый. Он такой, как снежная королева, получается. И вот эта пудра от Шанель, которую я что-то не очень поняла. Девочки, может быть, вы мне объясните. Может быть, она для лица? Потому что она... О, не для лица, а для тела. Потому что для всего лица она как-то, мне кажется, слишком блестящая. Слишком. Видите? Ну, то есть, там реально блестки, блестки, блестки. Я ее в основном наношу... Запылила, пардон. В основном я ее ношу летом. Опять-таки, на зону декольте. Ну, может быть, я не права. Вот такая пудра. Напишите, если она у кого-то есть. Как она вам? Покончили с этим. Сейчас достану из своего чемодана румяна и тени. И продолжим. Девочки, я достала румяна. Достала немножко хайлайтеров. У меня их, кстати, вообще совсем немного. И тени. Сейчас я вам все покажу. Давайте начну с румяна, наверное. Румяна я очень люблю. Какими-то пользуюсь активно, какими-то нет. Например, вот этими от Nars. Совсем практически не пользуюсь. Помню, купила. Мне так понравилась упаковка. Понравилась вообще тактильно, как она ощущаешь ее. И понравились, честно говоря, цвета. Они такие вот прям базовые-базовые. Надо, наверное, мне ее достать. Ну, потому что, как правило, вот в таких палетках вы пользуетесь каким-то одним цветом. Например, я вот в основном вот этим. Вот эти вот цвета я избегаю. И вот этот хайлайтер здесь, Альбатрос, он называется. У него есть такой активный желтый потон, который моему лицу совершенно не подходит, желтит и так далее. Но, в принципе, хорошие румяна. Надо, наверное, их попробовать использовать опять. Что касается вот этих румян от Бекка, которые в сотрудничестве с Джеклин Хилл, это блогерша. И мне кажется, что эти румяны, все-таки эта палетка, рассчитана больше на любителей хайлайтера. Потому что здесь их самые ходовые, самые хитовые хайлайтеры Champagne Pop и Prosecco Pop. Это, конечно, да. Но вот эти хайлайтеры, они, мне кажется, для реальной жизни не очень подходят, потому что уж очень они пигментированные, очень они яркие. Давайте я вам покажу, что я имею в виду. Плохо передает камера телефона, конечно. Но вот видите, это очень сильное золото. И, ну как бы, если, наверное, на веки, может быть, его наносить, то нормально. Не знаю. В общем, я как-то пока с ней не сдружилась. Хотя у меня подруга Яна, вы все ее знаете, она обожает эту палетку, и у нее уже какие-то сектора закончились. Наверное, если она будет не против, подарю ей свою, потому что, ну что, она будет лежать, а человеку, если нравится. Дальше. Вот такие вот румяна тоже купила из упаковки. Тоже они мне очень приглянулись. Здесь это корейский бренд 3CE. Значит так. Ну, просто кушан румяна. Очень смешная упаковка вот с этим вот человечком. Здесь такая губочка, как в кушанах обычно бывает. И вот эти румяна самые. Вы набираете продукт и уже распределяете по... Ну, то ли они уже засохли, слушайте, ребята. Ох, по-моему, они засохли. Вот бывают такие бесполезные абсолютно покупки. Вот повелась на упаковку. Дальше одни из самых хороших, на мой взгляд, румян. Это Bourjois. Это в оттенке 54. По-моему, это самый такой у них хитовый оттенок. Обожаю их, обожаю. Когда-то Bourjois входил в концерн, по-моему, Chanel, да? Сейчас не знаю, так ли это или нет. Но всегда у меня есть оттенок 54. То есть он закон... Ну, он вообще бесконечный. Вот у меня за всю жизнь, вот сколько я знаю эту марку, было только две баночки. Вот это вторая. Представляете, как надолго их хватает. Дальше вот такие румяна от марки By Terry. Тоже я их очень люблю. Это By Terry Cellula Rose. Blush Glaze. И оттенок у меня Frozen Petal. Третий номер. Это очень красивый, пигментированный такой цвет. И мне нравится его носить именно на лицо, не загорелое. То есть вот когда я такая вообще беленькая-беленькая беляночка, эти румяна очень классно смотрятся. Давайте я попробую вам показать. Хотя бы приблизительно, как это выглядит, да? Вот так. Совсем нужно чуть-чуть. Маленькую капельку. И вот так вот вы их распределяете. Плохо видно, прощу прощения. Но они дают эффект, знаете, такой немножко лихорадочный румянец. И блондинкам, мне кажется, очень подойдут. Красивый, красивый румяна. Хороший продукт. Также мои самые любимые сейчас румяна. Это Шантекаль в оттенке Хэппи. Это их такие увлажняющий гель румяна. Я уже тоже, по-моему, вам их показывала уже много раз. Вот так вы наносите. Их можно наносить и на веки. Они делают очень красивый такой цвет. Как тени прям. Видите? И они дают еще эффект такого влажного, влажной кожи. Ну, мне они очень нравятся. Вот такие румяна Диор. В оттенке Капри. Мне их подарила Яна. Она ими совершенно не пользуется. В общем, видите, мы активно меняемся косметикой. Хорошие-хорошие румяна. Так вот вы их набираете. И вот так пальчиком растираете у себя на щечках. Тоже получается такой немножко кукольный вид. Как знаете, в фильме Марио Антуанетто вот тогда такие женщины были. Вот именно вот с таким румянцем. Мои хайлайтеры Марк Джейкобс. Вот такой стик. Белый. Очень он мне нравится тем, что очень удобный в использовании. Очень красивый у него чехол. Вот эта вот упаковка, как дезодорант. Знаете, мне очень она понравилась. И цвет такой нейтральный, не слишком блестящий. Тоже можно его использовать на лицо и как на Беке, как тени. Приятно. А Бека их, по-моему, классика. Это, по-моему, опал цвет. Такой гельчик. Я вот почему-то больше люблю хайлайтеры. И, как вы уже заметили, наверное, жидкие. Почему-то они мне больше нравятся. Мне ими приятнее пользоваться. Просто я не очень люблю пудры. Мне больше нравятся такие жидкие текстуры. Ну, Беку вы все знаете. Это, конечно, супер-супер сияние. И здесь у меня еще один хайлайтер от нашей марки Мекка австралийской. Тут вот, прошу прощения, уже все буковки поотлетали. Но хайлайтер очень классный. Давайте я куда бы мне его вам нанести. Сюда нанесу. Это просто вот, знаете, золото. Такое жидкое золото. Видите? Он, конечно, работает превосходно на зоне декольте, на ключицах, летом. Прекрасный, прекрасный эффект. Все, закончили с этим. Теперь давайте перейдем к моим теням. Их не так уж много. Так что будет быстро. Одни из самых любимых моих теней матовые Шанель. Вот такая палитра. Наверное, вы ее все знаете. Вот такая вот матовая палитра. Очень ее люблю на каждый день. Она универсальна. Вот этот цвет, этот. Они очень классно ложатся, очень классно тушуются. С ними можно сделать вообще любой макияж. Со стрелочками очень хорошо смотрится. Люблю, люблю. Очень такая классика от Шанель, знаете. Также Шантекаль. Мне очень нравятся тени. Но вот конкретно эти тени, они немножечко отсыпаются. Но, тем не менее, прекрасные цвета. Я очень люблю вот такие вот розоватые, розоватые оттенки. Видно вам. Это вот такая моя повседневная палетка. Я ей крашусь практически каждый день, когда хочу накрасить глаза. Мне она очень нравится. Шантекаль. Это цвет Монте Карло. Очень красивая палетка. И вторая палетка от Шантекаль. Это цвет Gardens of Marrakesh. Я ее часто вам показываю. Обожаю ее. Обожаю. Вот этот коричневый. Из-за него можно просто умереть. Посмотрите, какой он. Он вроде бы и светлый. И в то же время вот этот блеск у него получше всяких хайлайтеров будет. И если вы его сочетаете вот с этим фиолетовым, это, конечно, вообще бомба. Очень люблю эти две палетки от Шантекаль. Если у вас есть возможность, присмотритесь к ним. Хорошее качество. Очень хорошее качество. Дальше палетка от Hourglass. Это был подарок. По-моему, сейчас уже этой палетки нет. Вот такая палетка матовая. Только здесь слегка шиммерный край. Всем она хороша, но она очень сильно пылит. В отличие от, например, от той же матовой Шанель. Здесь похожие просто сектора. Я предпочту все-таки Шанель. Здесь очень-очень пыльная. Эти слишком светлые. Знаете, похожи на детские мелки. Вот. Видите, насколько это все светлое. И, конечно, сильно. Вот, видите? Сильно очень она пылит. Не знаю. Сама бы, наверное, не купила. Но пусть будет. Значит, так, еще один подарок от Яна. Она им не пользуется. Это тени от Estee Lauder. Вот в таких вот оттенках сиреневых. Очень красиво. Я вообще люблю Estee Lauder. У меня такая, знаете, воспоминания из детства. У моей мамы была косметикой Estee Lauder. Все у нее были. И тени, и румяна, и эта пудра, и тональные средства в этой стеклянной баночке. W, наверное, так оно и сейчас есть. В общем, да. Вот такие тени. Я им еще не пользовалась. Ничего не могу сказать. О них красивые. Еще одна Шантекаль. Это такая, знаете, это такой кейс. Вы сами можете собрать свою палитру. Здесь у меня были румяна. Они уже закончились. А вот эти две палетки, это просто очень красивые цвета. Вот этот сиреневый очень люблю на каждый день. Видите, какой он. Прекрасный сиреневый для голубых, для зеленых. Для любых глаз. И вот этот вот оранжевый такой. Посмотрите, какой красивый. Очень хорошие тени у Шантекаль. Знаете, чем они мне нравятся? Они практически, ну не практически, они совершенно не скатываются. И очень приятно наносить их. Они очень легкие, мягкие. Ну, великолепные. Также у меня есть вот такой стик от марки By Terry. Это вот такие у них тени, знаете. Вот так вы выкручиваете. Очень удобно ими пользоваться. Можно дозировать ваш цвет. Но это вот просто фольга. Знаете, такое розовое золото, фольга. Шикарно смотрится на моих голубых, с моими голубыми глазами. Это у меня цвет Frozen Quartz. Цвет шестой. Дальше вот такая вот малютка у меня есть от Chanel. Вот какой это у нас цвет. Металлик. Металлик, короче. Золотой металлик. Реально, да. Это вот прям золото-золото. Очень такой красивый золотой цвет. Один раз я, помню, пробовала им накрасить для видео. Ну, было так неплохо, но... Не знаю, не поняла я его немножко. Ну, красивый. Мне его подарили. Поэтому... Поэтому, ну, наверное, буду носить. Надо как-то подобрать к нему, с чем его носить, под какие другие тени. Две вот таких баночки гелевых теней, жидких теней от Chanel. Одна вот такая. Уже подсыхают они так. Это, по-моему, еще старая их формула. Давно они у меня очень сильно подсыхают. Но, тем не менее, можно еще ими пользоваться. Мне очень они нравятся. И вот такой цвет. Этим пользуюсь реже, но тоже мне он очень нравится. С голубыми глазами обожаю такие оттенки. И последняя, заключительная у меня палетка, новинка моя. Turban Decay. Born to Run. Вся уже такая... поиспользованная. Два сектора у меня выпала, разбились. Классная палетка. Я не знаю, у меня видео про нее. Или будет, или она уже есть. Я не знаю, когда я выпущу. Хорошая, очень хорошая палетка. Есть возможность, если у вас обязательно, придите, потыкайте, потестите, помажетесь. Она прекрасная. Классная очень палетка. И вот такая штука, совершенно, по-моему, бесполезная от Guerlain. Это так называемая подводка. И я вообще ее, девочки, не понимаю совсем. Она очень сухая. Такая она, на манер вот этих арабских подводок, как подводят черные, будто не глаза. Ну, она коричневая, недостаточно яркая, недостаточно пигментированная. на слизистую внутренние вот эти вот глаз. Я и не хочу ее наносить, потому что у меня зачешутся точно глаза, совершенно точно. Поэтому как-то вот, не знаю. Все, с этим покончили. Сейчас покажу вам свои помады. И все, наверное. Итак, девочки, прошу, мои помады, блески и так далее. Ну, давайте начну с Chanel. Два инка от Chanel, вот таких красивых. Очень их люблю. Один в оттенке, 160. Вот такой. Очень красивый розовый цвет. Я не знаю, стоит ли показывать все свотчи. Ну, давайте попробуем все. Очень крутой вот этот цвет розовый в оттенке 160. Прекрасно ложится на губах. Великолепный. И вот такой вот красный оттенок. Оттенок у него 152. Ну, Chanel в скинке, мне кажется, как-то незаслуженно такой же покрасней. Незаслуженно обошли стороной. Они их мало где рекламируют, мало где показывают, но они очень крутые. Также два вот таких блеска от Chanel. Вот этот блеск подарок. Это, по-моему, новая коллекция. 768 цвет. И он очень темный. Ой, он прям такой, знаете, на Хэллоуин ходить. Такой вот фиолетовый. Ну, крутой, очень крутой. Под такое определенное настроение будет классно. И вот такой вот блеск. Я не знаю, они сейчас все еще есть. Номер 192. Ну, такой, знаете, вообще базовый. Базовый-базовый. На каждый день вот такой вот приятный, милый цвет персиковый. Дальше Maximizer от Dior. Моя любимая штука. Летом просто везде со мной был. Люблю его. Вот такой вот блеск от марки американской Smith & Kult в оттенке Her Names Bubbles. Сейчас я вам его не получается мне открыть. Ладно, он очень такой красивый, тоже персиково-нюдовый. Цвет приятный. Две помады от Lime Crime. Вот такие две помады. Немножко они уже застоялись. Одна такая, как мне кажется, вообще хит у Lime Crime. Вот это вот красный металлик. Обожаю его. Просто обожаю, но посмотрите, ну это просто кайф. Но надо подготавливать губы перед тем, как вы наносите эту помаду бальзамом, чем-то таким, потому что очень-очень она сушит губы. И вот такой цвет мне он тоже нравится. Посмотрите, какой. Как фольга, да? Очень красивый цвет. Значит, это был цвет красный у нас Red Hot Metallic помада, а этот цвет у нас Blondie. Красиво, красиво. Дальше у меня две помады от Byte Re, которые я очень люблю. Вот эти вот Stick, Click, Click Stick. Одна Ping-Pong в оттенке 23, вот такой вот розовый красивый цвет. Посмотрите, какой красивый. мне нравятся вот эти помады. Они очень хорошо держатся, на губах приятно их наносить. В общем, нравится их мне носить. И My Red номер 17. Его я очень часто использую в своих видео. Ох, посмотрите, как красивый красный. Как я потом все это буду смыгать? Ну ладно. Также у меня есть вот такая помада от Byte Re в оттенке 14 Plump Girl. Она очень красивая, но под нее нужно, конечно, определенное настроение, определенный, может быть, наряд. Посмотрите, какая. Но иногда можно. И ее очень надо аккуратно наносить, может быть, кисточкой, потому что она иногда неровно наносится. Давайте помады Chanel. Вот здесь они у меня лежат. Я вообще показывала в видео свое 137 номер. Видео о помадах. Есть они у меня. Это такой очень самый-самый-самый темный номер Chanel. По-моему, еще есть даже чернее. Этот называется Obscure номер 137. Видите, такой темный. Дальше номер 42. У меня все помады Velvet. Rouge Allure Velvet. Вот такая розовая красивая помада. Вообще что-то я перестала совершенно носить розовые помады, потому что заметила, что немножко желтят зубы. Ну, кроме вот этой номер 44. La Diva. Знаю, Наташа Золотарева хочет эту помаду. Наташа, покупай. Классная помада. Посмотрите, какой классный цвет. Супер. La Diva. Ну, действительно такая для дивы. Помада в номере 167. Вот такой тоже розоватый. Смотрите, какой приятный. И последняя. Слушайте, по-моему, у меня еще одна помада в моей сумке, но уже не буду ее брать. А, нет, вот она. Очень люблю ее. Это номер 58. Все помады шалюр вельвет. Вот такая коралловая помада. Посмотрите, какая она красивая. Но она на повседневную носку очень классная. Покончили с Шанель. Одна помада от Шантекаль у меня в оттенке Тюлип. Тюлип. Очень красная, очень красивая, но, к сожалению, на губах скатывается и совершенно не стойкая. Не очень я ее осталась довольна. Вот такие помады. Потом давайте раз уж тут такие все яркие. Hourglass это их стойкая помада в оттенке Raven. Мне нравится. Мне нравится цвет такой вырви глаз. Видите, какой классный цвет. На выход куда-то, когда нужно вот такой акцент реально сделать. Слабо накрашенные глаза, яркая помада. вот это вообще must have. Лучше, лучше. Две помады от MAC. Одна вот такая оранжевая. Никогда ее не ношу, мне ее подарили. Называется Morange. Давайте вот сюда ее нанесу. Но она реально оранжевая. Ну, не знаю. Такое, да. И Velvet Teddy Hit классика от Chanel от MAC. Это их бестселлер. Давайте вот сюда его нанесу. Красивый, красивый Velvet Teddy. Мне он очень нравится, когда я делаю смоки. Смоки Eyes такие насыщенные. Она, конечно, классная. Раз мы говорим про нюдовые помады, давайте покажу вам свою самую любимую. Это Shui Mura в оттенке BG 923. Это универсальная помада вообще на все случаи жизни и под смоки и под просто безмакияжное лицо. Очень красивый нюд, просто бесподобный, такой розоватый, причем на разных губах она смотрится по-разному. У меня подруга моя Яна купила, на ней совершенно по-другому смотрится, но тоже очень красиво. Потом вот такая помада от Hourglass тоже нюдовая Creator Girl Creator вот такая она более уже такая розовая в отличие от Shui Mura но вот видите тоже красивый цвет но вот Shui Mura вот моя прям самая самая любимая помада пока пока не нашла ей достойную замену вот такая помада от Guerlain по-моему их уже не выпускают даже я не знаю будет моя информация вам полезна 140 Beige Sans Fin вот такой у нее цвет похоже немножко на Velvet Teddy маковскую но не такая жесткая не такая сухая более такая кремовая и две помады от Yves Saint Laurent вот вот они у меня здесь они прекрасные они шикарные но они так тают у нас очень жарко и вот посмотрите очень сильно растаяла помада вот просто ну невозможно давайте давайте я вам нанесу ее уже сюда такая вот розовый оттенок очень приятный пахнут они хорошо Rouge Shine 62 P103 или не знаю или 13 не знаю где тут у них номер вот такая помада очень красивая но не знаю если вы живете в жаре наверное я вообще бы не рекомендовала вам их и вот такой оттенок 8F BB 14 ну посмотрите ну посмотрите что сделалось вот не знаю что мне с ними делать даже сейчас очень очень сильно растаяло пахнут хорошо пахнут хорошо но растаяли вот такие Yves Saint Laurent помады и покажу вам свою помаду одну из самых наверное любимых и необычных это Lipstick Queen зеленая помада это как бы гигиеническая помада которая придает вашим губам оттенок то есть на ваших губах вот видите на коже она становится более розовата не зеленая она конечно вот такая вещь все вот как бы показала вам всю мою косметику я надеюсь вам понравилось надеюсь ничего страшного что моего лица в кадре не было но я подумала что именно для такого видео косметического будет хорошо когда вот просто четко внимание на продукт который я показываю пишите пишите что вам понравилось что рекомендуете может быть попробовать ой подождите у меня что-то еще туши три туши три туши у меня сейчас моя всегда самая любимая тушь от Chanel Volume черная все просто все наверное ее знаете обожаю обожаю ее кисточку обожаю ее пользоваться она легкая она долго не засыхает очень крутая тушь Paradise от господи L'Oreal бомбическая тушь первое время произвела неизгладимое впечатление но в мере того как она подсыхает она очень сильно стала сыпаться хотя прошло не так уж много времени пока я ее когда я ее купила посмотрите кажется что она такая вот прям вполне себе ничего но на самом деле сыпется очень сильно я ее купила где-то ну наверное недели ну наверное месяц назад я не знаю месяц для туши это как нормально чтобы она так сыпалась сразу ну хорошая тушь хорошая цена качество просто потрясающе тушь от Urban Decay вот это их самая знаменитая удлиняющая и вообще все-все-все увеличивающая ваши губы ваши лесницы пока нравится пока вот я ее пробую раза три я с ней ходила да хорошая даже чем-то напомнила мне Шанель но все равно под конец дня стала осыпаться вот с этой девочкой у меня такого не происходит так что теперь уже окончательно все я надеюсь вам понравилось видео пишите интересно ли вам такие видео такие вот без лица такие вот макияжные на этом все всем пока с вами была Аленка Блок чао-чао пока аленка 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 тек